Природные богатства Тверского края – это не только ресурс для рационального использования, но еще и достояние, которое требует охраны и заботы. С этой целью в регионе утверждена Госпрограмма по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды до 2029 года. Ее цель – развитие системы обращения с отходами, зарыбление и расчистка водоемов. Подробности в материале Ирины Синягиной. Госпрограмма включает пять ключевых направлений работы. Использование и восполнение водных ресурсов, недропользование, охрана окружающей среды, обращение с отходами, охрана и воспроизводство объектов животного мира. Приоритетами для региона ИГРУД не обозначил минимизацию несанкционированных свалок, завершение рекультивации крупных полигонов, масштабирование раздельного сбора мусора и переработки отходов, повышение эффективности экономической деятельности охотхозяйств, воспроизводство биологических ресурсов, в частности, зарыбление водоемов. Посмотрели параметры, у нас 20-й год был рекордом, там более 6 миллионов молди было выпущено. Сейчас цифра опустилась до 4 миллионов, поэтому хотим, чтобы эта цифра у нас не снижалась, а каждый год повышалась, с учетом того, что у нас много водных объектов, и работа должна идти на большинстве крупных водных объектов, где надо улучшать состояние и количество водных биологических ресурсов традиционных, которые там всегда, собственно, находились и обитали. Игорь Рудене отметил, важно обеспечить в необходимых объемах рыбоохранные мероприятия и борьбу с браконьерством. Эти позиции должны быть отражены в государственной программе. Также будет проведена работа по охотопользователям. Для них будут выработаны индикаторы. На текущей неделе будет отражена методика по минимальным оплатам, которые должны происходить от охотопользователей, потому что у нас есть хозяйство, где егеря, охотники, персонал получают хорошую зарплату, это официально, а есть, которые, в общем, мы их не видим вообще, так сказать, в поле экономической активности. Поэтому приняли решение, что у нас будут индикаторы выработаны, и если охотохозяйство не оплачивает налоги, не выплачивает официальную заработную плату, то будем с ними прекращать охотопользовательские соглашения. По нацпроекту «Экология» ведется рекультивация объектов накопленного вреда. Почти завершены работы на свалке по Беженскому шоссе под Тверью. Благодаря этому обеспечена пожарная безопасность на объекте. Исключено загрязнение Иваньковского водохранилища. В текущем году заявлены к ликвидации 98 несанкционированных свалок. Тверская область вошла в число лучших российских практик по раздельному сбору мусора. В муниципалитетах установлено почти 5000 специальных контейнеров. Развернуты эко-пункты по приему от населения отходов для их дальнейшей переработки.